В Альфа-лаборатории по совместительству веду различные подкасты, в том числе участвую в разборе полетов. Ну, в общем, это, наверное, мало кому интересно, поэтому продолжим. Соответственно, второй докладчик, можете представить его здесь, это Евгений Борисов. Он, к сожалению, не здесь, он читал доклад 2-го числа про Spring Boot, Spring Boot-потрошитель. Я же сегодня буду читать про Spring Boot-тест, а он отправился во Львов читать Spring Boot-потрошителя. Поэтому мы немножко разминулись, но тем не менее. Тем не менее, сегодня в программе у нас будут определенные техники того, как тестируют Spring Boot-приложения. Это не какие-то best practices, это именно подходы технические. Какие у вас есть возможности, как у разработчика, чтобы протестировать приложения. Какие-то грязные хаки, какие-то неочевидные места, которые в документации сразу не прослеживаются, либо прослеживаются, но нужно вчитываться. А кто из нас читает документацию? Ну, наверное, все читают, но не очень внимательно. Поэтому, в общем-то, постараемся сегодня про все это рассказать. Фу, какие вообще тесты бывают? Бывают юнит-тесты, бывают компонентные тесты, когда вы тестируете что-то, что уже с чем-то связывается. Например, какие-то Spring BIN-ы или, соответственно, более какие-то верхние уровни сущности, типа репозиториев, ну или еще менее очевидные вещи, какие-нибудь аспекты. И микросервис-тесты – это когда вы поднимаете свое реальное приложение. Женя так их назвал, микросервис-тесты, да, понятно, чем дальше по шкале, тем больше ада всякого поднимается. Вот, микросервис-тесты – это когда вы Spring Boot-приложение поднимаете полноценное и тестируете его вот уже поднявшимся. Ну и системные тесты, до них мы сегодня вообще не найдем. Это, наверное, уже тема следующих докладов, которые пока еще даже не готовы. Это когда уже два микросервиса поднимаете и тестируете их взаимодействие. Ну или не поднимаете второй, а поднимаете какой-нибудь wiremog, mock-сервер или еще что-нибудь для того, чтобы протестировать интеграцию с другими решениями. Или там поднимаете Kafka, чтобы протестировать интеграцию с ней. Ну да ладно. Что у нас сегодня есть? У нас сегодня будет один готовый сервис – это сервис чат-поддержки разработчиков. Разработчики туда пишут вопросы, эксперты отвечают на эти вопросы, ну и все как бы довольны, расходятся. И есть два, соответственно, у нас эксперта. Это Егор. Егор уже, к сожалению, уехал, но тем не менее он сегодня был. Baruch сегодня здесь не был, ну, в общем, вы этих ребят, наверное, знаете. Это наши эксперты. И есть два сервиса, которые эмулируют работу первого и второго. Это Baruch сервер, Baruch Assistant и Егор 256 Assistant. Два сервиса. Мы их трогать не будем, но мы будем тестировать сервис, который вот Assistant сервис, да, соответственно, который к ним обращается удаленно. То есть у нас три условного микросервиса, с которыми мы будем общаться. Особенность сервиса, который отвечает за эмуляцию работы Baruch заключается в том, что он отвечает быстро, консистентно, но в том плане, что он не меняет своих решений. Они одни и те же, да, поэтому мы их кэшируем и второй раз к нему не идем, потому что он отвечает быстро, ему это не бесплатно. Егора же мы кэшировать не можем, он там меняет свои мнения, поэтому нужно каждый раз в него закидывать вопрос. Он некоторое время подумает, подумает, подумает и потом пойдет в наш Assistant сервис и, соответственно, закинет то, что он там придумал в него. А мы, соответственно, в чат уже отобразим, что же он там напридумывал. Ну, в общем, меньше слова, больше дела. Давайте посмотрим демку. Вот чат. Придется сначала ее запустить. Вот мы запускаем наш сервис, который мы будем тестировать. Второй сервис, и Baruch почему-то мне тут не посвятился. И его запустим. Все, соответственно, они все пошли запускаться. Вот, уже что-то запустилось. Мы сюда можем что-то спросить. Что спрашивает обычно у Baruch, да, какой лучший, что там, лучший бинарный репозиторий. Репозиторий. Enter. Ну, он, конечно же, отвечает очевидную вещь. И у него спрашивают не менее очевидный вопрос дальше, да, там. А как же Nexus? Вот у нас там Nexus, да, а как же Nexus? Он говорит, что Nexus это хороший телефон. Ну, спорить мы с этим не будем. Но у нас есть еще второй докладчик, второй эксперт, у которого мы тоже должны что-нибудь спросить. Ну, я должен вам продемонстрировать, как это работает, поэтому что-нибудь у него тоже спросим. Что-то мой Егор спрашивает. Какой универсальный универсальный паттерн проектирования есть на свете? Он говорит, что лучший дизайн-паттерн – декоратор. Ну, да, самый универсальный всегда может что-нибудь во что-нибудь обернуть. Но что делать, если декоратор не помог? А если декоратор не помог нам? То, если не помог, ну, заворачиваем в декоратор, пока не поможет, да? Ну, ладно, что, я все сам пишу, как бы, может, кто-нибудь что-нибудь спросить? Давайте вот кто-нибудь там с первого ряда, ребят, у вас есть что спросить? Котлин или Груби, да. Ну, вот, как-то так. Когда Коля уйдет из гипома, он вам ответит на этот вопрос. Не всегда, да, они отвечают, что надо ответить. Я вообще надеялся, что Бару что-нибудь про Груби ответит. А как же Груби? Груби рулит. Ну, вот, как-то так оно работает. Ну, ладно, не будем застрять на этом внимании. В общем-то, мы поняли основную суть и чего нам предстоит тестировать. Так, что у нас там дальше по слайдам? Вот, давайте тестировать. Соответственно, из чего состоит наше приложение? Наше приложение состоит, ну, ассистент, который мы тестируем, из некоторого количества резолверов, которые, в общем-то, по определенным вхождениям понимают, кому направить вопрос. К Бару, Хулик, Егору, да, это вот первое, что мы делаем. И, собственно, протестируем. Ну, давайте, Егор, протестируем. Что, как бы, почему бы нет? Вот, это резолвер, который отвечает за него. Вот, напишем. Соответственно, вот у нас есть Егор, резолвер. Ой, презентейшн, вот, наверное, не видно нифига. Презентейшн, ну, не. Оп, так лучше, так лучше. Вот, соответственно, есть резолвер, который отвечает за то, чтобы указать, насколько актуален выбор для Егора, и возвращает, соответственно, тип Егор. Он определяет это по вхождению определенного количества токенов, то есть у нас есть какие-то настройки, да, вот наши там настройки. Вот токен Егор, вот он в тестах у нас отвечает только на позыв objects, там objects, и приходит Егор. Соответственно, будем писать на него тест. Ну, правильно, все пишут в идее, нажимают «Создай мне тест», и тест готов. Все, тест написан практически. Вот, ну, дальше просто еще следует непереводимая череда автокомплитов. Соответственно, Егор 200, new, резолвер, да, все, как Егор любит, что у нас там дальше, new words composer, что там дальше, new, ну, 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 давай, а, garbage properties, классно, по-моему, да? Вот, все, то есть мы его создали, что-то там есть, сказали, что это наша переменная, и что мы там хотим. Мы хотим ему сейчас простоять ответы, потому что в проперсиях одно, а тут мы объект создали, нужно что-то просетить. Просетили, что он должен отвечать на objects, и давайте проверим, что на objects он действительно нам отвечает. Да, как у нас там, match, match, question, body, objects, objects. Вот, он нам возвращает, соответственно, количество матчей, да, матч, эй, нет, не так точно, матч. Вот, ну и давайте проверим там, не знаю, assert, например, что у меня есть тут такое. Вот, проверим, что у нас действительно один матч. Вот, мы запускаем наш тест, так, 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 где он? Оп. И он валится, валится с null pointer exception, да, пойдемте разбираться. Ну, null pointer exception в каком-то words composer, да, вот у нас words composer, в нем null pointer, заходим, garbage properties, какие-то мусорные properties, мусорные properties null, почему они null, ну, давайте посмотрим чуть повнимательней. Ну, вот, мы видим, что к ним есть автоконфигурация мусора. Автоконфигурация мусора загружает какой-то property файл, в общем-то, по нему формирует этот garbage properties, и только после этого они появляются. Ну, в общем-то, мы тут немножко вышли за рамки, на самом деле, обычного юнит-теста, потому что, если мы сейчас начнем все это тоже кодом писать, как я начал, нам потребуется чуть-чуть больше времени, чем бы просто, если бы мы взяли Spring, воткнули туда и сказали, просканируй нам все. Поэтому мы смещаемся в сторону интеграционных тестов, да, вот, нет в тарелочке, ну, в общем, component-тест, да, мы сейчас будем уже сюда подмешивать Spring. Так, возвращаемся в наш тест. И, соответственно, ну, кто занимался тестированием Spring-приложений именно? Не Spring, будет вообще Spring, да, ну, знакомые люди. Вот, соответственно, те, кто знают, ну, первое, что нужно сделать, это написать runviz, да, и что там у нас Spring, Forge, юнит, класс, раннер, да, вот как-то так. Нет, на самом деле сейчас уже не так, да, есть Spring-раннер. Есть новый раннер, да, он гораздо больше всего умеет делать, чем Spring, Forge, юнит-раннер, да, вот он примерно вот такой, как бы гораздо более, гораздо более лучшая версия. Вот, и тут, на самом деле, нужно запомнить первое правило, которое позволяет вам понять, как бы, что это вообще за класс и нахрена он нужен. Вот мы смотрим на автора, и вот тут видим Сэм Броннен, да, соответственно. Потом мы смотрим, где был оригинал, и в оригинале был Йорген Холлер. Вот если вы видите класс, в нем написано Йорген Холлер, значит, класс точно делает что-то базовое, в него точно стоит заглянуть, и он реально что-то делает. Если не написано Йорген Холлер, то, скорее всего, класс просто такой декоратор, да, который декорирует ваше поведение, и все становится, как бы, ну, наверное, приятнее, но смысла особо не добавляется. Но, тем не менее, это, как бы, рекомендуемый класс, поэтому мы будем пока использовать его. И второе, что мы должны сделать, это, да, context configuration. Мы должны какую-то конфигурацию передать, которая сконфигурирует контекст для того, чтобы мы протестировали какую-то запчасть нашего спингового приложения. Ну, назовем ее вот так. Соответственно, создадим ее, по умолчанию, тут все рассчитано на TDD, поэтому нам создает в других сорсах нашу конфигурацию, но мы указываем, что она должна создаться именно здесь. Помечаем configuration, как положено, да, и что мы в ней должны сделать? Мы в ней должны вот теперь Егора сконфигурировать, да, то есть вот это нам теперь не нужно, мы отдаем на откуп контексту это добро. И говорим, что вот все, оно просто должно здесь быть, да, как любят спринг-разработчики. Соответственно, создаем BIM, вот наш BIM, что-то он тут ворс-композер требует, да, ну, сделаем ему ворс-композер. Здесь появляется ворс-композер, который тоже должен откуда-то прийти. Откуда он может прийти, да, мы же не хотим сейчас в property все эти читать, не хотим все это делать, поэтому что делает спринг-разработчик, если у него чего-то не хватает, правильно, ставит company scan. Component scan. Ну и там неважно, как бы, что придет вместе с ним, главное, что наш BIM туда придет, остальное неважно. Так, я сразу ремарку сделаю, вот все, что я сейчас говорю, все, что делаю, это не какой-то вот кук-бук, вы такие посмотрели, вот так работает, значит, так нужно делать, нет. Мы сейчас соберем все грабли, соответственно, которые собирают обычные люди, когда пишут тесты на деспринг-бута, не для спринга тоже, в принципе, а потом поймем, как не нужно делать, скорее, не как нужно. Вот, ну и немножко какие-то best practice мы, в принципе, тоже выведем. Так, ну вот, кажется, что все хорошо, да, ну давайте запустим теперь. Тра-та-та, да, вот это мы запускаем. Посмотрим, что же у нас получилось. О, зеленый, работает, да? Все работает, все хорошо. Теперь мы можем, в принципе, уже увидеть, что спринг работает у нас на этом уровне. Давайте вернемся в презентажку и подведем немножко итогов. Соответственно, что же мы сейчас с нашим компонентным тестом сделали? Ой, да, я что-то рано. Токи начал подводить. Но это был самый простой пример, да, это мы протестировали Егора. Теперь у нас есть еще один резолвер, который содержит в себе другие резолверы, который, в общем-то, и решает на основе вывода вот этих резолверов, да, у нас тут есть какой-то match, ну чиселка просто, да, насколько релевантный этот ответ для какого-то конкретного человека, эксперта. Вот, у нас есть резолвер, который выбирает кого-то из них. Вот давайте его и протестируем, как было написано, тут что-то не видно, да? Текст, бейст, резолвер, я примерно помню, как он называется, только это меня и спасает. Напишем тест и на этот резолвер, да, какая-то логика, как выбирается какой-то конкретный, какой-то конкретный эксперт. То есть мы сейчас должны столкнуть лбами Егора и Баруха, да, у нас только два эксперта, поэтому больше сталкивать некого. Но в теории у нас может появиться Коля Леменкова, да, вы видели, вот когда он уйдет из ЕПАМа, он у нас появится. Соответственно, что это значит? Это значит, соответственно, что нам нужно написать тест так, чтобы когда появился Коля Леменков, поведение было предсказуемым, наш тест продолжил работать, потому что вот если мы сейчас проверим Баруха и Егора, сделаем компонент скэн, да, все будет хорошо работать, потом появится Коля, и бабах, наш тест перестанет работать только потому, что появился Коля. Нет, мы в тесте сравниваем именно работу Баруха и Егора, хотя он называется вот так, ну, как бы как сгенировалось, так и называется пока. Сделаем этот метод, в котором, соответственно, мы будем проверять эту работу, text-based resolver, и мы вызываем у него метод resolveType. Мы посылаем ему question, что мы в question скажем? Ну, Егор у нас вызывается на objects, это мы уже поняли, соответственно, expect Егор, да, а Баруха у нас на что-то должен называться, на груве, например, да, expect, черт, что у нас там, груве, груве теперь первый, expect груве, вот, и мы должны, в общем-то, понять, кто же там победил. Что, наоборот? И сейчас, сейчас посмотрим. Так, это у нас должен быть equation type, баруха. Отлично. И второй у нас будет Егор, Егор, это у нас Егор. Так, говорят, там ошибка, expect груве, груве, expect Егор, objects, все правильно, вроде? Ну, ладно. Ой, не expect груве, а баруха, ну, да ладно, не суть важна. Так, поехали дальше, да, мы уже поняли, что у нас тут есть context configuration, да, здесь тоже classes, делаем конфигурацию, config, класс, создаем, потому что времени мало, быстро создаем, промечаем configuration, что мы тут должны сделать? Мы должны вот этот бин здесь сделать, чтобы в нашем мини-контекстике он появился. Вот он появляется, у него тоже нужен этот Word, а, ему нужны резолверы, резолверс, да, ну и пусть у него будут эти резолверы. Так, вот. И тут мы понимаем, что нам теперь нужно создать конкретного баруха и конкретного Егора, да, чтобы они вот в этом листе были. У нас наш контекст их должен содержать, поэтому создадим их. Первый, да, тут, соответственно, композер, и тут мы сразу видим вторую нашу проблему, композера-то у нас нету, то есть в предыдущем, в предыдущем тесте мы этот композер создали сами, о, компонент скэном вычитали, сначала создали сами, ничего не заработало, мы его вычитали компонент скэном, а тут за нас его никто не создаст, в общем-то, да, поэтому нужно как-то с этим, нужно как-то из этой ситуации выходить. И как грамотный разработчик из этой ситуации, как выходит, не копируя код, да, поэтому мы в одном тесте это уже написали, хочется теперь и в этом тесте делать то же самое, не писать дополнительного кода, который будет дублирован. Ну, давайте, в общем-то, следовать без практиц, а то не все, что к плохое показывать. Что-то погода такая хорошая, но холодная. Вот, это компонент скэн, мы не хотим делать миллион раз, мы не хотим, чтобы он был везде, поэтому логично нам сейчас сделать другую конфигурацию, то есть мы здесь вместо него напишем import common config, да, какой-нибудь, common config class, тоже создадим его, в тестах они здесь, он у нас создастся, где он создался, но давайте его в другой пакет вынесем, потому что он актуален для всех, оп, оп, все, мы его вынесли, и в нем будет компонент скэн, и он тоже будет нашей configuration, все, здесь мы его заимпортили, да, и теперь мы должны его еще и здесь заимпортить, так, а почему его нету там, а, я понял, почему, ох, вот это сейчас была неприятность, потому что наша конфигурация, она ушла вот в main source set, а не в test source set, и это неприятно, но мы ее сейчас перетащим, опа, опа, все, теперь она в правильном месте, а то как-то вот так вот ваши тестовые конфигурации могут легко улететь в production, будьте аккуратны, так, кажется, все сделали, да, импорт конфигурации, здесь хорошо, перейдем к нашему тесту, в тесте все уже есть, мы его просто теперь запустим, потому что мы его записали, не тдд, но тоже вроде хорошо получается, тест зеленый, да, то есть он прошел, кажется, что все хорошо, но вот когда я работаю со спрингом, у меня, например, есть одна большая, такой, один большой страх, я все время боюсь, что он начнет мне присоздавать мой контекст каждый раз, спрингбут тут как бы не исключение, тем более, что пока мы специфичны для спрингбута, кроме спринграннера, который очень важный, очень полезный, ничего не использовали, и тут возникает вопрос, сколько же контекст раз создается, да, стоит ли нам вообще бояться, или все хорошо, ну просто давайте, а, мы сейчас просто так это проверить не сможем, давайте как бы вот по колхозному сейчас сделаем вот так, вот, добавим постконстракт и напишем здесь 666, 666, конфиг, конфиг, не то, и запустим не один тест, а два, чтобы понять, как создаются наши конфигурации, потому что пока они запускаются, у нас довольно быстро, где, вот, запустим все наши тестики, один тест вообще упал, это нехорошо, почему он упал, азар, барух, окей, причем вот этот упал, а этот сработал, мы же только что его запускали, а не, так, ожидали баруха, так, барух на груве не отозвался, блин, а что же он тут отзывается, это очень-очень интересно, Котлин? Ну, я боюсь, что нет. Нет, дело на самом деле в том, что, я не знаю, в чем дело, сейчас посмотрим, application, artifact, на artifact он тоже отзывается, artifact, а, у нас первый барух, скорее всего, вообще ничего не работает, artifact, вот, дело в том, что настройки к этому тесту, они берутся, ну, они откуда-то берутся, то есть, в данный момент оно не работает, потому что каждый резолвер имеет свои токены, да, то есть, вот тут есть, возьмем любой из них, да, то есть, если мы вот смотрели на Егора, давайте посмотрим на баруху, у него тоже вот эти токены есть, а откуда они там возьмутся, в нашем-то тесте они работают только потому, что мы их, мы просетили их, да, вручную, да, то есть, предыдущий тест заключался в том, что вот мы, в общем-то, это сделали, а в этом нет, то есть, ну, и поэтому оно не работает, я знаю замечательно, как называется, как мы делали в Spring, да, вот я тоже знаю, что в Spring можно сделать property source, да, мы здесь напишем class pass, class pass, он мне даже ведь все completed, вот, загрузим, и все должно работать, да, ну, снова запустим наш тест, и бабакс, оно ничего не работает, то есть, как бы, я файл указал, оно ничего не загрузилось, мы видим, что это яму файл, здесь все есть, как бы, вот, есть objects, есть груви, да, Kotlin, Kotlin'a нет, ну, мы можем все, можем все изменить, все в наших руках, на самом деле, сейчас я, у меня в презентажке есть объяснение, я не буду в презентation mode входить, так нормально, да, всем видно, ток не переключается, ну, ладно, соответственно, раз, так, вот, по шкале тестов мы уходим еще дальше в интеграционные тесты, мы начинаем грузить какие-то property, да, мы начинаем накидывать какие-то детали на наш контекст, и проблема здесь заключается в том, что мы сейчас попытались сравнить двух чуваков, построить контекст, сделать property source, но property source не поддерживает ямул файлы, это основная беда, соответственно, конечно, всегда есть выход, да, мы можем внимательно, если мы достаточно хорошо знаем Spring, знаем, что в тестах можно написать initializers, которые выполнятся перед поднятием контекста, и тогда, конечно, у нас все будет, мы даже заюзаем стандартный класс, ямул файл, аппликейшн, контекст, initializer, или напишем его сами, неважно, вот, и все будет работать, но как-то это не очень, вот теперь у нас вступает Spring Boot, да, соответственно, мы помним, что Spring Boot делает за нас кучу всякой, ну, будем называть это магией, но я так не люблю говорить, соответственно, вот Spring Boot Test, делает все ту же магию, которую делает Spring Boot для ваших приложений, которые крутятся в продакшене, в нашем случае это дополнительная возможность, это считывание аппликейшн ямла, воспользуемся Spring Boot, да, ну, у нас тут много хорошего напишем, давайте его вообще уберем, напишем Spring Boot Test вместо всего, смотрите, как здорово, да, все убрали, написали, где у нас Егор, Егор, нет, все можно потушить, вот, нет, Егор у нас работал, да, вот это у нас не работает, вот, мы сейчас его запустим, и посмотрим, что же у нас тут творится, если я, конечно, тут все не сломал, я там груди оставил в артефакторе, артефакторе, ну, черт, assertion error опять, а, Егор, а, Егор у нас теперь Objects не загрузил, то есть у нас теперь Baruch прошел, да, Baruch действительно загрузил все, а Егор нет, но если мы посмотрим внимательно, то файлик у нас лежит специальный для тестов, да, потому что мы сравниваем именно Егора и Baruch, если придет Коля Леменков, проперти для Егора и Baruch, они должны смешаться с тестами, где мы сравниваем, например, Baruch и Колю, или наоборот, соответственно, Егора и Колю, поэтому все знают, да, что есть Active Profiles, Active Profiles, и мы укажем, что здесь будет и Яхор, и Си, и Baruch, и еще, господи, еще раз запустим наш тест, смотрим, что уже произошло, я надеюсь, что все будет зеленое, и все пойдет по плану, но не факт, что-то как-то долго выполняется, заметили? предыдущие выполнялись гораздо быстрее, конечно, стало зеленым, но как-то стало очень долго, вот мы вроде магическую аннотацию добавили, но она добавила слишком много магии, а магия заключается в том, что она вообще весь наш контекст подымает, соответственно, она подняла нам весь контекст, и это долго, это сложно, ну, как-то не очень, да, мы, конечно, можем указать теперь нашу конфигурацию, да, чтобы немножко сузить скоуп работа, да, вот наша конфигурация, и он это понимает, да, то есть это как context configuration, в котором мы указываем какую-то конкретную конфигурацию, только вот через Spring Boot Test, то есть семантика у них очень похожа, класса склад там, класса здесь, заметили? Гораздо быстрее прошло, и не подымало у нас, соответственно, веб-контекст. Фу, теперь кажется, все хорошо, но мы тут заговорили про кэширование, я немножко слишком быстро убежал и начал про него говорить, но вот теперь мы запустимся сразу тесты и посмотрим, что же случилось сейчас. Оно работает, но сколько раз создался наш общий контекст? Тут не видно, one match. One match. Отлично, он создался только один раз. А сколько раз мы его использовали? Import раз. Здесь мы его не использовали. Соответственно, ой, вот здесь. Import 2. Чего, он один раз только создался? А, я только один тест выделил. 666. Вот. Наш контекст создался два раза. То есть мы сделали общий контекст, чтобы не писать код, один и тот же код с общими бинами, с общими компонентскенами два раза, и он создался два раза. Как-то тоже не очень хорошо. А если бы у нас там было что-то долгое? Вот я сейчас запускал приложение, оно запускалось долго. Если в том общем контексте есть какое-нибудь подключение к базе данных или что-то там хитрое и долгое, то все тесты будут проходить очень долго, все тесты, которые используют общую конфигурацию, будут проходить очень долго. А общая конфигурация нужна, чтобы использовали все, поэтому все будет проходить еще дольше. Нехорошо. Давайте как-нибудь пофиксим. Это даже не фича Spring Boot. Это словно фича стандартного Spring Boot, контекст-хирархи, который указывает на структуру конфигурации, которая у нас есть. То есть вот у нас есть classes. Давайте его снова здесь оторвем и напишем уже привычный нам контекст-конфигурэйшн. К тому контекст-конфигурэйшн. Раз. Вот так. Что не так? Контекст-конфигурэйшн. А, два раза. Вот так. Вот. И к этому мы добавим, соответственно, еще и наш common-конфигурэйшн. Да? Common-конфигурэйшн. Да? Вот. Теперь мы указали четко, что у нас есть это, есть это. Давайте укажем и во второй нашей конфигурации это. То есть теперь нам import здесь не нужен. Мы делаем... Ой. Не, здесь-то нужен. В тесте. В тесте. Вот. У нас здесь context-конфигурэйшн был. Мы убираем context-конфигурэйшн. Только теперь правильно пропишем, да? На какой там Егор, да? Егор-конфиг. Вот. Егор-конфиг прописываем. Во. Все хорошо. Запускаем. То есть мы сейчас указали, как точно нужно строить структуру нашей конфигурации, чтобы Spring их правильно смержил. Идем смотреть. Смотрим 666 четыре раза. Было два, напоминаю, да? Как-то оно странно закешировалось, да? Ну, первое, что приходит в голову, это что-то как-то мы неправильный импорт сделали, да? То есть мы сказали, структура такая, делай так, но импорт у нас остался, хотя мы вроде как имплицитно прописали ее здесь. Ну, давайте попробуем удалить. Удаляем здесь. И удаляем здесь. И снова запускаем. И будем надеяться, что станет хоть чуть-чуть лучше. Вообще не работает. А почему не работает? Грит бин не могу найти. Вордс композер. Оказывается, что вот эта штука, она сенситив к порядку. То есть Commons конфиг привносит этот несчастный композер, и он должен привнести его в наш контекст. Ой, я здесь правильно был. Он должен привнести... Или я тут не правил. Он должен привнести его чуть раньше, чем загрузится конфигурация, которой нужен этот вордс композер. Так, исправили, пробуем. О, лучше, да? Заработало. А сколько раз? Два раза опять. Ничего не изменилось. То есть мы как бы походили кругами. Ну, хорошо. Давайте смотреть, в чем разница. У нас, соответственно, есть один конфиг. Вот, Active Profiles есть. Смотрим здесь. Здесь нет Active Profiles. Может быть, он создает новую конфигурацию, когда профиль разный каждый раз. Ну, кэш на разные конфигурации делать нет смысла, потому что в одной я хочу один профиль, другой другой профиль. И, наверное, это инвалидирует наш кэш. 666. Очень хорошее число. Что такое? Что такое? У-у-у. Волшебный мячик. Ну, ладно. Ой, так это что-то нам вообще не дает дальше продвинуться. О, все. Так, так сколько раз? Черт. Ну да ладно. На самом деле снова будет два раза. И можно искать причину дальше, но, в принципе, ее уже было видно. Причина заключается в том, что у нас в одном случае используется Spring Boot Test, механизм Spring Boot Test, а в другой случае используется механизм стандартного спринга. Наверное, мне нужно перезапустить идею. Это же работает, как с Windows. Ну да ладно. В общем, сейчас я ее запущу, когда она даст мне такую возможность. В общем, если я поставлю здесь Spring Boot Test аннотацию... Так, это течка. Где кнопка restart? Есть restart? Рестарт. Нет restart? Не вижу. О, отлично. Тут invalidate cache меня немножко смутило. Мы тут вот так с ними боремся. Мы боремся, чтобы кэш сохранить, а тут invalidate cache. Ну как-то странно. Так, я уже понял. Это вообще ничего не поможет. Даже меню не вызывается. Печаль. Ну да ладно. В общем, когда мы поставим Spring Boot Test, они все-таки закэшируются, да? Но пока она там... Сейчас я ее поставлю убиваться, и мы пойдем дальше. Соответственно, Active Profiles, Spring Boot Test, эти обе настройки влияют на то, как будет инвалидироваться кэш. Даже вообще ничего не закрывается, чтобы даже убить ее. Так, вот это вообще классно. Зараза. Не тот кэш... Не тот кэш навалидировали, да? Черт. Все, выключился. Ну да ладно. Ну вот включается, слышите звук. Ладно, сейчас он включится, мы продолжим. Пока. Кэш в Spring Boot Test это очень такая нежная вещь. Когда мы ставим Active Profiles, другое, кэш теряется. Когда мы ставим разные... используем разные механизмы для бутстраппинга нашего теста, то есть либо Spring Boot, либо обычный спинговый, когда пишем только Context Configuration, тоже, соответственно, кэш теряется. И более того, есть гораздо более неприятные кейсы, в которых кэш тоже теряется. Если при использовании разных профайлов мы еще можем как-то... Ну это логично, да, что новый профайл, новый контекст, то вот в случае с... Да е-мое. Так, нет, VPN я не хочу. Так, грузимся, грузимся. Да, вот то... Вот, естественно, то, о чем мы говорили. Нет, об этом мы еще не говорили. Вот, то есть более интересные случаи, в которых кэш тоже пропадает. Это когда мы начинаем менять настройки. Кто пользуется аннотациями Web Integration и Integration Test в Spring, старом которых еще не Spring Boot? Окей, в Spring Boot на самом деле с ними тоже никто не пользовался. А кто пользуется аннотацией Spring Boot Test? Тоже как-то не очень много, но больше. Ну ладно. В общем... Так, это другой доклад. Сейчас. Есть аннотации, вот в том числе и Spring Boot Test пришла на замену двум аннотациям. Это Web Integration Test и Integration Test. Web Integration Test позволял вам переопределить environment, то есть Web Environment, там может быть моковый, настоящий или еще что-то. А Integration Test позволял переопределить property для того куска контекста, который вы грузите. То есть я мог в ней привнести новую property, и она бы изменилась. Соответственно... Где мы остановились? Где мы остановились? Вот. А что мы делали вообще-то? Ох. А, вот оно. Это я не тест смотрю, да? Где тест это? А, вот тест. Отлично. Где-то я там ставил аннотацию Spring Boot Test. Ну, здесь он, да? Во. Spring Boot Test. А, Presentation Mode, sorry. Оп. Все, видно всем, да? Надеемся... Надеюсь, это не повторится. Вот. Запускаем все наши два теста. Теперь все... Теперь кэш должен, по идее, сохраниться, и все должно быть хорошо. Так, что это у меня такое тут пишет? Ересь какую-то. Ну, да ладно. 6, 6, 6. Где мой экран-то вообще? Я не понял. Я не вижу, сколько раз нашлость. Не могу вам подтвердить, что это работает. One Match. Видите, наш кэш, действительно, как я и говорил, я вас не обманул, он действительно у нас сохранился. Когда мы поставили просто Spring Boot Test без конфигурации, вы помните, что у нас поднялся весь контекст, приложение работало очень долго, да? То есть наш тест, точнее, работал очень долго. Для того, чтобы тест не работал очень долго с Configuration, со Spring Boot Test, точнее, нужно указывать конкретные конфигурации, чтобы он грузил только их и не шел дальше грузить весь контекст. Если мы используем контекст-хирархии, то это уже не нужно, потому что в контекст-хирархии все это тоже указано. То есть вот так странно они работают, просто потому что есть механизмы спринговые, есть спринг-бутовые, у них есть интеграция. Если вы используете одно, но если вы используете старый механизм, то в новом механизме класса уже не обязательно писать. Становится быстрее. Скаширование конфигурации у нас стало еще быстрее, да? Контекст-хирархия нам в этом помог. Мы закешировали нашу конфигурацию, и давайте сделаем вывод. Соответственно, Spring Boot Test нужен везде. Если вы пишете тест для спрингового приложения, лучше использовать его и передавать через класс с вашей конфигурацией. Или передавать контекст-хирархии, если вы хотите кэшировать общие конфигурации, да? То есть импорта не должно быть нигде, если вы используете контекст-хирархии, потому что он ломает все, он имплицитно грузит каждую конфигурацию, она будет пересоздаваться. Active Profiles должен быть один на всех, да? Ну, если вы хотите, чтобы кэшировалось. То есть как только вы ставите новый Active Profiles, кэш пропадает. И то, о чем мы не говорили, это Spring Boot Test Properties. Мы не говорили и не поговорим, потому что, видимо, уже времени. Нет. Spring Boot Test Properties – это переопределяет какие-то проперти именно для этого теста. То есть как это выглядит, да? Это выглядит вот так. То есть если я напишу здесь, что у меня там jbaruch tokens равно чему-то, а Егор tokens равно тому-то, и напишу в двух тестах это в разном порядке, то есть это будут одни и те же проперти с точки зрения контекста, но с точки зрения написания они будут наоборот. Кэш пропадет, потому что в Bootstrap, в котором конфигурируется тестовый контекст, сравниваются массивы поэлементно. Первый с первым, второй со вторым, а тут как бы первый с первым не похоже. То есть вот так вот тупенько сделано. Фух. Ну все, мы поняли, что кэш – очень нежная штука, ломается при любой возможной ситуации. И это, наверное, не так сильно важно, да? Если он у вас сломался, просто будут тесты дольше проходить. Но если у вас этих тестов тысячи, и они вместо одного часа будут проходить 4 часа, 4 часа это, наверное, уже не очень. Вот. Поэтому есть специальные… Можно вот такую проперти установить, да? То есть на кэш можно установить level debug, и вам будет писаться подробная статистика о том, когда этот кэш срабатывает, когда не срабатывает, чтобы можно было эту проблему проресерчить. Ну мы сейчас с вами ее вручную проресерчили, а так, в общем-то, можно пользоваться этой аннотацией. Best practice заключается в том, чтобы не терять кэш, можно сделать какую-то абстрактную конфигурацию, в которой, соответственно, у вас будет дефолтное поведение. То есть вы в своем тесте экстенетесь от этой конфигурации, ставите Spring Runner, и все работает. Все хорошо. И никто не сломает. То есть это безопаснее будет. Обычно нам нужно было, наоборот, в старом спринге, это убирать наши контексты и с кэша. А сколько перерыв? 10 минут? Вот. Чуть больше даже? Ну, кто хочет вместо перерыва, чтобы побольше рассказать? Ну, отлично. Я смотрю, никто не против. Тогда давайте ускоряемся, я вам его больше расскажу. Да, дайте контекст все знают, как бы можно сделать принудительный сброс кэша. А теперь мы с вами протестируем манстр кэш-сервис GP Beacon. Сейчас я вам скажу, что это такое, и мы его будем тестировать. То есть выглядит он вот так. То есть помним, что у нас есть какой-то кэш, потому что к Баруху мы не хотим ходить каждый раз, потому что его ответы не меняются. Да, а если мы ходим к нему много раз, он злится и ругается. Вот. Поэтому мы сейчас напишем тест, который будет говорить, что если наш кэш сломался, то ты все равно должен какой-то ответ мне выдать. Пускай Барух проругается, но ты ответ мне должен выдать. Поэтому кэш-сервис должен, ой, господи, должен иметь очень такое лайтовое поведение. В том плане, что если наш, например, база данных, куда мы складываем наш кэш или какой-нибудь хаз-ли-каст отвалился, то мы все равно не должны кинуть exception. А он сейчас кидает exception, и все сломается. Тут есть два репози... Что такое? Ой, не туда смотрю. Автоварит, answer-кэш-сервис, вот этот вот, да. Будем тестировать его. Соответственно, переходим в него. Тут есть два репозитория. Question-репозитория и answer-репозитория. Ой, не так. И так мы уже спешим. Берем два наших репозитория и мы их замокируем. Кто пользовался аннотацией mockbin? Отлично. Все тут прошаренные. mockbin. Сделаем два бина. Чтобы у нас хотя бы все поднялось. Соответственно, и что нам здесь интересно? Ну, в первую очередь, нам здесь интересно, чтобы наша конфигурация делала вот эти репозитории и один из репозиторий, в который он использовал, кидал exception. Соответственно, это у нас будет configuration. Здесь должен быть бин нашего answer-backend, answer-кэш, server-backend сервиса и он у себя на вход принимает эти два репозитория. Я уже забыл, как они называются, но это не сильно важно. Сейчас мы их тут добавим. Они у нас придут, потому что они помечены аннотацией mockbin и будут два mock, это mock, это mock, это mock, это mock, и стандартный Spring за вас это делает. Все. Соответственно, теперь мы можем писать наш тест. Что в нашем тесте важно? В нашем тесте важно, что один из наших бинов, то есть пусть это будет question-репозитория, кинет какой-то exception, то есть мы идем за текстом, чтобы понять, был ли уже задан такой вопрос. Ну, any string, соответственно. Any string. Сейчас уже в экран не приезжает. Ну-ну-ну, any string. Все, отлично. Он нам кинет exception, чтобы мы у него не спросили. И теперь нужно проверить, что когда мы вызываем наш answer-кэш-сервис, хотим какой-то вопрос найти, вообще неважно какой-то, все равно будет exception. Он нам вернет null, не exception, да, соответственно, assert null. Assert null. Все, должно быть null. Нет, это не должно быть null. Верх, вот. Это он не должен быть null. Соответственно, мы его сейчас с вами запустим. Где он? А вот. Вот. И оно у нас действительно сработало. Видите? Database говорит, что вот exception, база данных, нифига не работает. Но тест работает, потому что наш кэш-сервис вернул не exception, обернул exception и вернул какой-то, какой-то внятный ответ, в нашем случае null тоже ответ. Окей, кажется, что все хорошо. Но давайте попробуем запустить все тесты. То есть у нас же там какой-то ряд тестов есть, и мы запустим все. И посмотрим, что будет вообще, да. Будет ли это работать, работает ли наше приложение. О, не работает. Один тест не работает. А что это за тест? Давайте посмотрим. Это тест, который генируется автоматом. То есть, когда мы на Spring, на StartSpring.io делаем себе заглушку, нам генируется вот такой вот тест, который просто тестит поднятие приложения. То есть если он работает, значит приложение, контекст поднимается. Ну, я, правда, случайно вот это забыл убрать. Вот так. Вот так он выглядит, короче. И он упал. Давайте посмотрим, почему он упал. Он нам говорит, у тебя два бина вместо одного. Причем один называется AnswerCashService GPA Backend, да, с большой буковки. Обратите внимание, GPA с большой. А этот с маленькой. Почему так, да? То есть, ну, мы же тут сами, в общем-то, сейчас BIN создавали себе. Вот он, да, вот он, наш конфигурация. И видите, здесь написано маленькими буквами, а стандартное, а здесь большими. То есть стандартный, стандартный Convention Spring заключается в том, что когда мы создаем, когда мы вешаем аннотацию Component или Service, наш BIN называется вот так же, как класс, но с маленькой буквы. А идея нам сгенерировала здесь вот такое имя. И в Java Config и Convention другое. Нам генерируется BIN с названием метода. Вот, а метод у нас называется с маленькими буквами. То есть я сейчас могу вот так написать, и это в принципе исправит проблему, да? Но на самом деле это не поможет нам понять, в чем проблема. Поэтому давайте лучше сначала разберемся, в чем же она действительно. Сейчас я немножко на презентажку. Разберемся сначала, как ее можно починить. Промог BIN сказал. Это сказали, что не работает. Загрузили BIN другого теста. Да, тоже не очень хорошо. Получилась какая-то непонятная фигня. Как с этим бороться? Бороться с этим можно специальной новой аннотацией тест конфигурейшн, да? То есть Spring будет ее вам привносит. Ну, не будем разбираться, что она делает, просто поставим, да? Так, а это я опять не туда что-ли зафигачил? Блин, что ж такое-то? Что-то сегодня прям вообще стресс-стресс. Все не туда, все не так. Так, вот. Где он у нас там, вот сюда, да? Оп. Так, и тут должен появиться тест конфигурейшн. Вот, тест конфигурейшн появился. Теперь мы снова запускаем все наши тесты и смотрим, заработает ли что-нибудь, да? То есть эта аннотация должна нам все чинить, я вас уверяю. Этот тест он должен починиться. О, смотрите, этот тест заработал, но перестал работать другой тест. О, какая-то фигня, да? А что он нам говорит? Блин, а теперь он нам это же говорит. То есть мы как бы сменили аннотацию, тот тест заработал, а тот, который мы писали, перестал работать, причем с одинаковой ошибкой. Это прям какой-то заговор просто. Заговор, который говорит вам, что нужно gpa-тест называть большой буквы. Ну, это я пошутил, не запоминайте, так делать не надо. Давайте просто разберемся все-таки, что делает тест конфигурейшн. Тест конфигурейшн на самом деле запрещает сканирование. То есть, ой, не прерывает сканирование, которое начинает вести Spring Boot Test. Что значит сканирование вообще? То есть, когда вы запускаете, так, это все понятно, да-да-да-да, вот, Spring Boot Test начинает сканировать пакеты, и у него есть два вида сканирования. То есть, это Spring Boot Test сканирование и Spring Boot Application, который скан. То есть, вот, компаниент скан вы ставите на пакетже, и все, что в этом пакетже есть, он находит и привносит ваш контекст. Spring Boot Test делает наоборот. Вы ставите Spring Boot Test на какой-то тест, и все, что он ищет, он ищет вверх. То есть, у вас пакетж был там май, компани, что-то, 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 вы там поставили Spring Boot Test, и он пошел свой пакетж, потом компани, потом май, ну и так далее, да? То есть, в обратную сторону. Ну, в словах как-то очень странно звучит, давайте сейчас дойдем на картинок. То есть, это вот, вверх-вниз, ну, кому понятно, вверх-вниз. Вот, в идее понятнее, да? Вот, побольше сделаю, потому что не видно будет. Вот, вот наш тест. Ну, вот, возможно, не тот тест, но, предположим, там аннотация Spring Boot Test, и она идет искать. Сначала здесь, потом на пакет, на пакетж вверх. Она ищет, ищет, ищет. Пока даже мы не знаем, что ищет, она просто ищет. И вот она доходит до, скажем так, дна своего класс-пасса. Вот, в нашем случае это тестовый класс-пасс, и у него дно не здесь. Соответственно, у него дно ниже, потому что тестовый класс-пасс extended обычный класс-пасс. Ну, когда вы запускаете тесты, вы же увидите свои main-классы, Все, что у вас есть. И мы продолжаем сканировать и находим наш... Черт. Да, вот, Сусанин находит Developer Assistant Application. Developer Assistant Application это то приложение, которое мы запускаем, да? Которое помечено аннотацией Spring Boot Application. В тестах мы ее сейчас не писали, ее нету. Там есть только Spring Boot Test. Знаешь, Spring Boot Test радостно нашел Developer Assistant Application, а в Developer Assistant Application есть Company Scan. И Company Scan уже идет вниз и ищет все-все-все. А так как наши класс-пассы смержены, то Company Scan вам найдет все, что есть в SRC Main и в SRC Test тоже. То есть все ваши конфигурации, все ваши конфигурации, которые вы пометили, аннотацией Configuration найдутся Company Scan и Spring Boot Application. И оно все вот так вот будет, короче, да? Когда мы поставили Test Configuration, он перестал его находить. Но наш другой класс, который эту конфигурацию, который другую конфигурацию импортил, да? Он нашел это. То есть наш Company Scan дошел до Spring Boot Application, который был наш, да? Который автогенированный, он заработал. Но тот тест, который мы написали, перестал работать, потому что для него теперь скан не заканчивался на его конфигурации. То есть он пошел выше, да? И нашел Spring Boot Application, и все сломалось. Как это чинить? Только я ранее сказал. Как это чинить? Давай сначала разберем, что он вообще ищет. То есть для этого мы обратимся к нашему Developer Assistant Application. Developer Assistant Application, ну вот, что там? Вот Spring Boot Application. Божественная аннотация, много других аннотаций, все любят аннотации. И тут есть аннотация Spring Boot Configuration, которая появилась со Spring Boot 1.4. Да, с Spring Boot 1.4 тогда же появился Spring Boot Test. И что в ней важно? В ней важно, что он Configuration. Раньше Spring Boot Application был Configuration. Теперь Spring Boot Application Spring Boot Configuration Spring Boot Configuration Configuration. Зачем это нужно? Это нужно за тем, чтобы Spring Boot потому что Spring Boot Test как раз и ищет Spring Boot Configuration. То есть он не Spring Boot Application ищет, а Spring Boot Configuration. Зачем нам это знание? Нам это знание нужно, потому что сейчас, короче, будем хачить. Вот, мы сюда переходим и делаем здесь такой супер класс. Называем его, не знаю, Stop Configuration. Configuration. Или там Keep Calm. Не знаю, кому как нравится. Вот. Мы его запускаем, снова запускаем все наши тесты. Теперь что происходит? Теперь, когда наш тест, он запускается, он идет вверх-вверх-вверх-вверх и находит вот этот Stop Configuration такой, все, спокуха, я остановился. То есть я нашел Spring Boot Configuration, дальше не пойду. Он не находит наш Spring Boot Application, который в мейне. И все работает. Нет дублирования бинов. То есть изоляция по пэккеджам очень важна. Видите, да, вот. Все работает. Так, отлично. Поехали дальше. Фух, половина сделана. Так, соответственно, поехали дальше. Вот Stop Configuration написали, все начнилось. Давайте дальше посмотрим, какие еще у нас компонент теста есть. Есть DataGPA тест, есть WebMVC тест и так далее. Это мы уже не успеваем, но я там вкратце условно расскажу. DataGPA тест сканирует все репозитории так же, как Spring Boot Test. То есть у них есть какой-то общий бутстраппер, который начинает вот это сканирование вверх и ищет Spring Boot Configuration и валится, на самом деле, если находят Spring Boot Configuration в одном пэккедже две штуки. То есть нашел две штуки, сказал, что все, чувак, я нашел две штуки, не знаю, какую выбрать, фикси мне. Это хотя бы это радует. Но DataGPA тест еще и фильтрует те бины, которые он находит компонент сканом вниз только на те бины, которые будут приходить из GPA. То есть это Entity Manager, это репозиторий и так далее. Поставили антацию DataGPA тест, получили, соответственно, то же самое, что с Spring Boot тестом, только отфильтрованное по критерию относится к GPA или нет. Соответственно, там, скорее всего, будут только наши репозитории, различные Entity Manager и Data Source, если его с конфигурировали руками и всякие шняги, связанные с конвершн сервисами. DataGPA тест не загружает компонента screen, это мой отток что-то проговорил. Тут есть один нюанс. То есть если мы сейчас пойдем и сделаем какой-нибудь наш GPA тест, он не заработает, потому что Stop Configuration. То есть мы возьмем, как нам положено, AltEnd, разгенерируем тест, который сгенерируется в том же пэкедже, в котором находится вот этот Stop Configuration, потому что сервисы все там. И DataGPA тест пойдет искать вверх, дойдет Stop Configuration и ничего не сделает. А вот этим DataGPA тест и WebMVC тест, им как раз важно найти ваш реальный Spring Boot Application. То есть они должны докопаться до дна, выйти в Main Class Pass, найти Spring Boot Application, из которого они уже отфильтруют только те бены с вашими репозиториями, которые являются вашими репозиториями, ITM Engine, ну в общем, GP и оберткой всякой. Без премьера тяжело, но придется. WebMVC тест делает то же самое, только фильтрует всякие, фильтрует MVC бены, оставляет только контроллеры, конвертеры, мапперы и прочее, прочее, прочее. Вот. Фу. Соответственно, MOOC BIM. Ну, использовал один MOOC BIM, но есть еще одна важная штука, в которой я не рассказал. MOOC BIM можно настраивать по-разному. Давайте все-таки пример покажу. Сейчас. Но в этот раз я сделаю по-другому. Ё-моё. Во. Так, 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 так. Checkout нас всех спасет. Вот Checkout Revision. Smart Checkout. Черт. Cep Zers. Отлично. Смотрим примеры. Вот наш контроллер, вот наш question контроллер, вот нестандартное использование MOOC BIM. То есть мы можем просто получить дефолтное поведение BIM вот таким вот образом. Дальше мы можем его проавтоварить. То есть мы сверху их указываем, дефолтное поведение MOOC, как все знают, да, налы возвращает или дефолтные примитивные типы. И вот этот тест, он реально уже работает, потому что дефолтное поведение в данном случае, оно как бы прокатывает, да. Это очень здорово. Более того, если ваш тест более сложный, то есть мы сейчас вот, он работает, это самый сложный тест, который мы должны были успеть, но не успеем. У него есть одна особенность. Он, в принципе, делает то же самое, но он уже не в WebMVC-тест, он Spring Boot-тест. У него есть реальный environment, тут указан рэндом порт, это не MOOC environment, как если бы мы вообще ничего не указали, был бы MOOC. Поэтому мы сюда можем проинжектить тест REST template, который его вызовет. Соответственно, он его вызывает, мы говорим Баруху, что Барух должен отвечать вот таким ответом, да, технологии на вопрос Spring вообще для людей, а он говорит, что технологии идеальные, люди дураки. Соответственно, ну, и как бы нормальный. Мы проверяем, что он это ответил, что наш сервис вызвался, и он действительно нам все правильно, и что мы потом в чатик ответили действительно тем, что ответил Барух, о том, мы же можем подменить и ответить вместо того ответа, который дает Барух, ответом, который дает Егор, например, чего не хотелось бы. Проверяем, все хорошо. И вот Барух здесь, он у нас является фейн-клиентом, да, то есть это интерфейс, на который потом наворачивается определенная реализация, и вот он такой, он возвращает свой тип Бару, чтобы потом мы могли смачить, положить условно в мапку что-то, что соответствует ему. В мапку оно кладется по этому имени. Когда мы делаем mockbin на эту штуку, у нас в реальности там в мапе будет лежать now, поэтому нам нужно кастомизировать наш mock Баруха. Несмотря на то, что это дефолтный метод, mock на интерфейс с дефолтным методом будет возвращать дефолтное значение, не то, которое в дефолтном методе. Это не то, что беда, но вот такая особенность есть. Поэтому мы можем сконфигурировать наш mockbin вот таким образом, чтобы наш mock джебарух клиента реально сказал, что он как бы с таким одежником в виде Баруха. И тогда все заработает. Вот такие пироги. Поэтому я сейчас подведу тест, подведу тесты, подведу итоги и мы закончим. даже, наверное, кто-то успеет кофе выпить. Spring Boot Test нужен для того, чтобы поднимать весь контекст и тестировать ваше приложение полностью. Изменение properties и всего-всего-всего ведет к тому, что вы теряете кэш, ваши тесты исполняются долго. Поэтому будьте аккуратны. Test Configuration нужен, чтобы не останавливать сканирование, которое начинает Spring Boot Test. Эта штука опасная, потому что может дойти до того, что ваше без топ-конфигурации, что ваше сканирование выйдет в ваш реальный ClassPass, найдет ваш main application и пойдет сканировать вниз. Вообще все-все-все-все-все. Ваши класс-пассы, ваши беды смешаются с реальными, с тестовыми. Будет пол-черк знает что. Если у них не совпадают имена, как я показывал, у вас еще и будет multiple definition на бинах. Spring Boot Configuration нужен в основном только для того, чтобы прекращать это сканирование на каком-то конкретном моменте, где это удобно вам. То есть с помощью него вы можете на уровне пакетов изолировать какие-то тесты. То есть пакет, в нем группка тестов, в нем лежит Stop Configuration, все ее находят и из этого пакеджа не выходят при сканировании вверх. Spring для бьюни-тестирования может быть быстрым, если вы нормально кэшируете свои конфигурации, если вы ограничиваете исполнение тестов какими-то конкретными конфигурациями Spring-A, кэш контекстов хрупкая вещь, ломается от всего-всего-всего подряд, нужно быть очень аккуратным. Для тестов нужно использовать только Test Configuration, всегда Test Configuration. Пишем тесты, пишем Test Configuration, делаем для теста конфигурацию, никогда не пишем Configuration, иначе попа боли. Изолировать группы тестов с помощью пакетов из топ-конфигурации хорошая идея. Выделяем в пакет и пишем Spring Boot Configuration, отлично. Spring Boot Test надо в основном использовать для микросервис-тестов, когда вы запускаете реально полностью приложение, или хотя бы ее крупную часть в виде mock веб-контекста. Если вам нужна ремарка, если вы уже ставите, идете с контекст, стоит задуматься об архитектуре своего приложения. То есть, либо вы разработчик фреймворка, когда это реально нужно, либо стоит задуматься. Фу, шкала тестов, не буду повторяться. Итоги в виде таблички, что нужно. пишем на G-Unit тесты, используем G-Unit Makita, либо Context Configuration, либо Spring Boot Test на уровне микросервисов. То есть, разные уровни тестов, разные инструменты. И кто этими инструментами управляет. Все. Вопросы? Не успеваем вопросы. Не успеваем вопросы. Все. Все. Продолжение следует...